Профессия быть наставником. Марина Капцевич из Гомеля стала финалистом республиканского конкурса «Наставник года». В заключенном этапе она перемогла в номинации «Химия-биология». Основные принципы в работе молодой наставницы – креативное мыслення и ровный подход до каждого со своих вушнях. На одном из уроков побывал наш корреспондент Дмитрий Котов. На ее уроках не бывает сумна и в тот же час за все депануя идеальная дисциплина. Марина Капцевич – наставник, як принято казать у народе, от Бога. С кожным со своих вушнях она имкнется быть на ровных и наладить индивидуальный контакт, что становчим чином отбивается на учебе. При этом важно до своей справы подходить креативно. Необходно за все, да и привносить нечто новое, а одока ценный процесс. И таким чином робить его больше цикавым и, главное, эффективным. Стараемся, конечно, прикладывать максимум усилий для того, чтобы как-то активизировать мыслительную деятельность учащихся, заинтересовать их предметом. И, наверное, такое основное, что способствовать и таки привить любовь к биологии – это исследовательские проекты. В нашей школе есть конференция на пути к успеху, которая позволяет детям реализоваться. Конечно, учителя, скажем так, стоят во главе этого всего мероприятия, но, тем не менее, это позволяет ребенку учиться выступать, искать выходы из ситуации. И учитель и ученик в данном эксперименте, который проводится при биологическом, они находятся на одной ступеньке в состоянии поиска. Это очень важно. Для Марины Копцевич выбор профессии не был складанным. С будущей сферой деятельности отрималась, а вызначится еще в детстве. Марина Копцевич – представница педагогичной династии. Мы поспособствовали и учителя-предметники, которые были в моей школе, и, наверное, сама специфика предметов, в первую очередь биологии, конечно же, это эксперименты, это какие-то творческие научно-исследовательские работы, которые мы проходили и делали в школе, когда я была ученицей, потом в университете это все плавно переросло. Ну, это позволило как-то мне, наверное, реализоваться в этой профессии. Марина Копцевич – сушастный наставник метана Кированы, отказный и творший. И она упоевнена, как заставаться за потребованным профессией, необходимо постоянно самодосконаливаться. Ненавито такие приоритеты в работе и допомогли добро проявить себе подчас конкурсу «Наставник года». Подготовка была очень серьезная, конечно, особенно это касается областного, особенно республиканского этапа. Слова благодарности однозначной администрации школы, коллегам, которые поддерживали. Ну и, конечно, Гомельский институт развития образования нас всячески тренировал. Мы проводили открытые уроки в разных школах, проводили мастер-классы на разных аудиториях, и в университете, и с курсантом, и ГОИРО. И, в общем, всячески нас готовили к этому сложному мероприятию. За перемогу в республиканском этапе конкурсу «Наставник года» змагалися 56 педагогов из всей краины. У суперфинал вышли 8 человек, уликой которых была и Марина Капцевич. По выниках конкурса она стала лепшей в номинации «Химия-биология». Такое досягнение подкресливает вельми высокий узровень педагогичного майстерства, не глядяши на тое, что у профессии Марина Капцевич меньше за 10 годов. Марина Викторовна – это поистине бриллиант в нашей школе. Это такой творческий, активный, инициативный педагог. 8 лет назад, когда она пришла в нашу школу, она уже тогда имела высокие результаты. На конкурсе молодых специалистов своей профессией «Горжусь» она уже была победителем. И это на первом году своей работы. Поэтому ее результат высокий через 8 лет – это вполне ожидаемо, вполне предсказуемо. За эти годы она бесспорно выросла. Это педагог с большой буквы. От коллег повага, а двушню подяка и удяшность. Дорожьи, дякуючи стараниям Марины Капцевич, для многих знаученцев 8-й школы, химия и биология стали любимыми предметами. Ее уроки были самые интересные. Это мой самый любимый, можно так сказать, учитель. И несмотря на то, что она очень хороший учитель, самое главное, что она очень хороший человек, искренний и добрый. И это даже может быть самое главное в профессии учителя. Быть не самым лучшим педагогом, а найти подход к детям и уметь с ними поговорить, что-то обсудить. И это самое главное. Да, именно она натолкнула меня на то, чтобы мою будущую профессию связать с такими предметами, как и химия, и биология. И в будущем я хочу стать врачом. После знакомства с Мариной Капцевич выразно разумеет, что и она уобрала у себя биякости, властивые, соправданному педагогу. А данность профессии, креативное мысление, любовь до своих вушнев и колоссальную працавитость. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».